Привет всем. Я продолжаю цикл по Wii U, как и обещал. Прошлый ролик посмотрел довольно много людей, было много интересных комментариев, много оживлённых диалогов. В общем, всё то, на что я не столько рассчитывал, сколько надеялся, всё это получилось. Ролик себя оправдывает. Значит, нужно продолжать. И я продолжаю. Три прошлых игры, которые я показал, можно купить прямо в онлайн-шопе, в e-шопе Nintendo, так называемом. В специальном магазине для 3DS и для Wii U. Но далеко не все игры доступны через цифровую дистрибуцию. Если в вашем городе или районе, или где-то вообще поблизости от вас нет магазина, который продаёт Wii U-шные диски, то e-шоп ваша единственная надежда. К сожалению, игр для Nintendo Wii U и так не очень много. А для того, чтобы играть вообще во всю библиотеку игр, которая сейчас существует для Wii U, вам, конечно, нужен доступ до дисков. На дисках иногда выходит то, что в цифровом виде не появляется. И сегодня я хочу показать две новых, приобретённых мной, игры, которые как раз-таки через e-шоп недоступны. Это Transformers Prime по одноимённому мультсериалу, точнее по одноимённому сезону этого мультсериала, который идёт уже лет 20. И игра Fast and Furious, которая... В общем, это достаточно-таки новинка, в отличие от Transformers. Эта игра вышла ещё в 2012, кажется, году. Очень долгое время я всё никак не мог дотянуть до неё свои ручонки, потому что в e-шопе её нет, а магазин от меня тоже очень далеко. Но иногда вот с Аказией я там бываю, как это случилось и сегодня. И, наконец, я приобрёл себе эту игру. Эта игра, конечно, рассчитана на более младший возраст. Возраст, вот здесь написано для детей от 6 лет. Хотя это на самом деле никак не коррелирует с интересностью игры. Практика показывает, что люди очень любят играть, например, в Lego. Я имею в виду игры Lego, типа Lego Batman или ещё что-нибудь. Взрослые люди, я имею в виду, которым там уже трехи десяток или больше. Им нравится. Значит, не следует смотреть на эту цифру. Эта цифра лишь говорит о том, стоит ли вашему ребёнку, если он у вас есть, давать в эту игру играть. Хотя, например, Fast and Furious, это, в общем-то, ещё пока новинка для Wii U, числится как игра для детей от 12 лет. Однако в качестве претензий, так сказать, этой самой организации PEDGE, которая, или PEGI, правильно даже читается, которая, собственно, ставит эти рейтинги, здесь указано насилие, матершина и порнография детям от 12 лет. Йоу, отлично, отлично. Но нас, людей состоявшихся, взрослых геймеров, в общем-то, это скорее подбадривает. Поэтому рассмотрим пару этих игр поближе, и, может быть, тогда и вы для себя решите, интересно ли это вам, и стоит ли вам поискать эти диски в своих доступных магазинах. Потому что, ещё раз говорю, я и сам, пожалуй, довольно часто, пару раз в неделю, захожу в eShop посмотреть, какие появились новинки. Но, eShop не отражает картины целиком. Да и не просто не отображает её целиком, он отражает ситуацию где-то, ну, где-то на одну треть. Игр, которые купить через eShop нельзя, достаточно много. Ну, давайте, наверное, начнём с трансформеров. Ааааа! Если бы их уничтожат, это будет конец. Это наша戦а, так. Твоя уничтожатка находится в голову! Субтитры создавал DimaTorzok Так, диск надо вскрыть Надпись про 6 лет снимается И тут же мы видим под надписью про 6 лет Вот так она была наклеена здесь Надпись про 7 лет Ну что ж, никто, конечно, не заставляет российскую систему Этого самого летоисчисления, так сказать Совпадать с американской Или пеги чья там, по-моему, американская Но всё равно это смешно Наклейка 6 лет, поверх наклейки про 7 Внутри коробочки Как всегда Красивый глянцевый вкладыш Про то, как пользоваться контроллером Ну и, конечно, диск В общем, ничего лишнего Личного? Лишнего Это, как всегда Вкладыш очень сильно Раскрывается Но, однако, лишь для того, чтобы показать Что это всё здесь написано на нескольких языках Русский язык в этот список Как всегда, не попал Но, впрочем, его не стоило и ожидать Потому что на самой коробке Вот здесь, в списке Поддерживаемых локализаций Никакого русского языка нет Ну да ладно Для меня это не препятствие А для вас, возможно, всё-таки Не все знают английский хорошо В общем, имейте в виду Русской локализации в этой игре нет Здесь я вижу очередную какую-то цифру 12 И что она на этот раз означает Я даже не пытаюсь угадывать Посмотрим игру Радует даже сам логотип Который появляется на месте Игрой, вставленной в CD-привод Вернее, в Blu-ray-привод Как видим, игра сама не может определить По настройкам консоли Какой нам нравится язык Потому что консоль настроена в русский А здесь предлагается только вот этот список Ну, я, конечно, выберу английский Потому что выбор-то, в общем, невелик Заставочка Activision Кто такие Nao Pro? Не знаю никаких Nao Pro Hasbro! Ну да, ну да На Верпаде происходит то же самое, что мы играем Сразу хочу сказать для тех, кто не смотрел мультсериал Transformers Prime Это так называется Несколько сезонов сериала Большой серии Transformers Он весь вот так вот выглядит То есть, если вы считаете, что это какая-то игра по фильму Майкла Бэя То нет Фильм Майкла Бэя совершенно независимая вещь Хотя Transformers Prime снят, безусловно, под влиянием этого фильма Не снят, а взрисован И, тем не менее, это все-таки немножечко другое Другой сюжет, немножко другие изображения Optimus Prime выглядят не так, как в фильме И уж тем более не так, как в более ранних Transformers Вот этот персонаж, допустим, только появился в сериале Prime Поэтому не стоит рассчитывать, что вы видели его в кино Вообще, если уж на то пошло Это все-таки игра про Transformers И если вы не фанат мультсериала Transformers Я, например, его начал смотреть, наверное, давнее, чем помню себя И поэтому я могу себя назвать фанатом сериала, мультсериала Transformers Если вы им не являетесь, вам вообще вряд ли будет это интересно Но... Но, а вдруг? Так что, да, пожалуйста, этот контроллер я хотел бы поиграть Кстати, о контроллерах На коробочке нарисован список контроллеров, которые поддерживаются Поэтому, если у вас есть Pro-контроллер, как у меня То вы вполне можете его использовать Но я, тем не менее, предпочитаю играть на обычном Wii U-геймпаде Меня он полностью устраивает Поэтому я не использую Pro-контроллер Какой он у меня есть Он все еще жив Он вот он Его, наверное, надо показывать вместе с выпуском свежей газеты Чтобы все знали, что он жив Что это снято не когда-то в прошлом году Шучу Ну, а мы переходим к стори-моду Я не думаю, что нужно показывать всю историю Которую нам сейчас будут повествовать Потому что, наверное, историю, заставки Все это можно и так посмотреть на ютюбе Вообще-то и геймплей можно, конечно, посмотреть и без меня Но я все-таки перейду к геймплею Это все-таки, наверное, самое важное Играем за Optimus Prime Управление ровно такое, каким вы его, наверное, себе и представляете Стреляем Прыгаем Ну, это, ясно, что-то вроде туториала, конечно С чего начинается любая игра И в расставку Сейчас будет файк Задача Сотрудняет побить Побить То есть, кроме того, что мы стреляем Мы можем и драться Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В геймпаде при этом мы видим состояние миссии Нам пишут все, что происходит Сколько время у нас Ну, и прочие дэмэдж-тейки В общем, я думаю, фанатом игры Этот экшен, или как бы это назвать Должен понравиться Диск Fast and Furious тоже имеет дополнительную Какую-то непонятную наклеечку С еще одной цифрой 12 Рядом с уже имеющимся пеги Вскроем обложку, как всегда Здесь примерно то же самое Инфа И вкладыш Вообще, я всегда считал, что Вкладыши у этих дисков Бывают только в старых играх Которые выходили одновременно с приставкой В данном случае, видимо, это не так Может быть, я ошибаюсь Насчет даты выхода, конечно Но вот здесь написано 2013 Так что, если это правда То вроде как эта игра новая В магазине мне сказали, что это новинка Я вообще-то не фанат Серии фильмов Fast and Furious Но игра может меня заинтересовать Потому что я, в принципе, люблю гоночки на консолях А не в Fast and Furious я давно прошел Так что, мне бы хотелось посмотреть Что это за игра В связи с этим тоже вставляем ее в приставочку Fast and Furious приветствует нас Достаточно простым своим логотипом Так что тут показывать особо нечего Примечательно, что ни одна, ни другая игра Не попросили для себя обновления Это теоретически должно говорить Что либо игры сделаны очень хорошо Что им не требуется обновления Либо они просто слишком новые Я думаю, что первое верно для трансформеров А второе для Fast and Furious Когда я вижу заставку Universal Я думаю, что сейчас мне будут показывать кино И надо положить пульт И устроиться поудобнее на диване А когда я вижу Activision Я понимаю, что надо взять пульт обратно И сейчас могу им во что-нибудь играть Это точно не V, да? Это VU, да? Вот это, я понимаю, графика Я думаю, что эта графика не загрузила бы первый PlayStation до конца, до убора Снова на VU и геймпаде происходит то же самое, что и на экране Мы видим Москву Боже, кто им пишет сценарии? Какой кошмар! Мне в магазине сказали, что эта игра, да и не только в магазине Здесь на диске, и, собственно, эта версия есть для ПК Там на диске написано еще больше Так вот, здесь написано, что эта игра собирает историю всех частей фильма И объединяет их в одну игру Пока что я вижу какой-то ад Совершенно не требующий вычислительных мощностей Нового покорения консолей Господи, я надеюсь, они не догадаются это на PlayStation 4 выпустить Хотя, наверное, они уже выпустили это на PlayStation 3 Короче, это выглядит... Вау, отвратительно Посмотрим дальше Ты должен быть мгновеном меня! Боже мой, как плохо, как плохо-то! Что, если они не превратят от рута? Нет, 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 продолжай, мне интересно Слушайте, вы меня знаете, я не такой обзорщик, как многие, которые любят поговорить про игры плохо Но, реально, это тот редкий случай, когда я сам первый раз сейчас вижу эту игру Я хватаюсь за голову! Господи, что все это такое? Какой кошмар! О-о-о-о, физика, физика рулит! О-о-о-о, что происходит? Я вижу разрешение уровня где-то СВГА, наверное, 640 на 480 И самую плохую физику в компьютерной игре за последние лет 10 Пейзажи-то какие! Пейзажи! Боже мой, в Need for Speed в первом было лучше! Ну-ка, погодите, дайте я в кого-нибудь приезжусь! О, это просто! То есть я, в принципе, не жалуюсь на утро! Ахахахахахаха! Мой маленький годочник болит! Сносит внедорожники, превращая их в мясо! Слушайте, я даже не знаю, на что здесь надо жаловаться Это, наверное, очень плохо Две одинаковые хазели и отправляем в космос! С помощью малида, которого ничего не случается! Тробка! В Half-Life вот так можно поднять и убрать в воздух разве что мусорку какую-нибудь или пустую коробку Здесь даже разгоняться не надо! Чуть-чуть нажимаешь вперед, машина начинает танцевать на тебе вообще без проблем Нет, я понимаю, Москва, пейзажи, это очень здорово, конечно, но... Боже, почему так плохо все нарисовано? Даже мой кот согласен! Я, судя по всему, не ломаюсь в принципе Капс? Какие капс? Да у меня бронемобиль! Да, сенсор инзерв! В буквальном смысле! Боже, как же это плохо! Котик, я понимаю, я сейчас выключу, да, мне тоже очень не нравится! О боже, какое это дерьмо! Я больше так не могу, извините! Причем здесь мы видим все то же самое, но только без, собственно, автомобилей! Это, может, это задний вид, да? Все, я проиграл! Мне ничуть не жалко, я проиграл! Да и хрен с ней! Боже, какой кошмар! Вердикт! Трансформеры! Прикольная игрушка! Я бы не назвал эту графику, конечно, слишком хорошей, потому что после того, как я увидел, как выглядит Assassin's Creed 3, я прекрасно знаю, на что на самом деле способна эта консоль. Способна она на многое! В прекрасном открытом мире, где доступны далекие пейзажи, действительно можно нарисовать просто конфетку-картинку. И, пожалуй, Injustice, God the Monos, тот, который сделан создателями Mortal Kombat'а по DC Universe, этот файтинг тоже не подводит. Отличная графика! Играть приятно! В трансформеров графика попроще, конечно. Не знаю уж, чем у них это вызвано, но все-таки это нормальный такой шутер от третьего лица, бегаем, выполняем миссии. Фанатам трансформеров должно нравиться. Так что, рекомендую. Да ну нахер. Серьезно, если у вас есть враги, или вы хотите в чьих-нибудь глазах дискредитировать свою приставку, сразу предупреждаю, скорее всего, честное слово, я не знал, но, скорее всего, эта игра также плохо выглядит на всем, на чем она еще вышла. Если вы хотите дискредитировать это что-то, какую-то консоль, вот эта игра 2013 года вам подойдет. Ни за что и никогда в жизни не покупайте ее себе. Купите ее теще, злейшему врагу, ну и так далее. Ну, кажется, у меня все. Пойду попрошу деньги обратно. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok